Диктатура пролетариата Из этой темы я беру три основных вопроса. Первый. Диктатура пролетариата как орудие пролетарской революции. Второй. Диктатура пролетариата как господство пролетариата над буржуазией. И третий вопрос. Советская власть как государственная форма диктатуры пролетариата. Вот три таких очень важных и, на мой взгляд, довольно интересных вопроса в своей постановке. Ну и так, что он сказал по поводу первого вопроса. Диктатура пролетариата как орудие пролетарской революции. И он говорит, что диктатура пролетариата есть орудие пролетарской революции, ее орган, ее важнейший опорный пункт, вызванный к жизни для того, чтобы, во-первых, подавить сопротивление свергнутых эксплуататоров и закрепить свои достижения. Во-вторых, довести до конца пролетарскую революцию, довести революцию до полной победы социализма. Вот как бы он две основные задачи выводит вот такие вот из этого понятия. И говорит далее, что Ленин сказал, вопрос о власти есть коренной вопрос всякой революции. Значит ли это, что дело ограничивается тут взятием власти, ее захватом? Нет, не значит. Взятие власти это только начало дела. Буржуазия, свергнутая в одной стране, надолго еще остается в силу многих причин сильнее свергнувшего ее пролетариата. Поэтому все дело в том, чтобы удержать власть, укрепить ее, сделать ее непобедимой. Что нужно для того, чтобы добиться этой цели? Для этого необходимо выполнить по крайней мере три главные задачи, встающие перед диктатурой пролетариата на другой день после победы. То есть свергнуть власть в буржуазии и захватить власть пролетариата, это еще только начало всех дел. А сама роль диктатуры, она только начинается. Так вот, какие же три главные задачи, которые встают перед диктатурой на другой день после победы? Сталин формулирует их так. Первое. Сломить сопротивление свергнутых и экспроприированных революции помещиков и капиталистов. Ликвидировать все и всякие их попытки к восстановлению власти капитала. То есть сломить их сопротивление. Вторая задача. Организовать строительство. Теперь уже, если сломили сопротивление, подавили их попытки восстановить власть. Организовать строительство в духе сплочения всех трудящихся вокруг пролетариата. И повести эту работу в направлении, подготавливающем ликвидацию и уничтожение классов. То есть сплотить всех на строительство социализма. И главная цель впереди это ликвидация классов. И третья задача. Вооружить революцию. Организовать армию революции для борьбы с внешними врагами. Для борьбы с империализмом. Потому что после победы революции в одной стране империализм остается. Как и было тогда сто лет назад. Вот он говорит, что диктатура пролетариата нужна для того, чтобы провести и выполнить вот эти задачи. Далее. Он останавливается на таком понятии. Что буржуазия имеет все основания делать попытки к реставрации. Ибо она после своего свержения надолго еще остается сильнее свергнувшего ее пролетариата. То есть хотя власть отняли у буржуазии. Но она по-прежнему остается сильнее. И он эту мысль развивает. А в чем же сила-то свергнутая буржуазией? Почему она еще сильна? И эту мысль он обосновывает словами Ленина. Во-первых, он приводит слова Ленина. Что в силе международного капитала. В силе и прочности международных связей буржуазии. То есть международный капитал остался. И он очень силен. Во-вторых, опять же, словами Ленина. Он утверждает, в чем сила. В том, что эксплуататоры на долгое время после переворота сохраняют неизбежно ряд громадных фактических преимуществ. У них остаются деньги. Уничтожить деньги сразу нельзя. Кое-какое движимое имущество. Часто значительное. Остаются связи. Навыки организации управления. То есть они умеют управлять. А пролетариату еще только предстоит учиться. Знание всех тайн управления. Остается более высокое образование. Близость к техническому высшему персоналу. Остается неизмеримо больше навык в военном деле. И так далее. Тоже это вот. Тоже вам приводит слова Ленина. И приводит, откуда он их взял. И в-третьих, в чем сила буржуазии. То есть три причины называют. В силе привычки. То есть в силе мелкого производства. Ибо мелкого производства осталось еще на свете, к сожалению, очень и очень много. А мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. Это тоже слова из одной из работ Владимира Ильича Ленина. Уничтожить классы, значит не только прогнать помещиков и капиталистов. Это мы сравнительно легко сделали. Это значит также уничтожить мелких товаропроизводителей. А их нельзя прогнать. Их нельзя подавить. С ними надо ужиться. И можно и должно переделать. Перевоспитать. Только очень длительной, медленной, осторожной организаторской работой. Это тоже все мысли Ленина. И далее Сталин продолжает. Вот почему Ленин говорит, что диктатура пролетариата есть самая беззаветная и самая беспощадная война нового класса против более могущественного врага, против буржуазии, сопротивление которой удесятелено ее свержением. Диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и административная, против сил и традиций старого общества. Вот можно бы на первом вопросе, что диктатура пролетариата как орудия пролетарской эволюции можно и остановиться. Еще, значит, мы здесь уже в конце этого вопроса стали, хочу до вас довести, что едва ли нужно доказывать, что выполнить эти задачи в короткий срок, провести все это в несколько лет, нет никакой возможности. Поэтому диктатуру пролетариата, переход от капитализма к коммунизму нужно рассматривать не как мимолетный период в виде революционнейших, в кавычках, актов и декретов, а как целую историческую эпоху, полную гражданских войн и внешних столкновений, упорной организационной работы и хозяйственного строительства, наступлений и отступлений, побед и поражений. Эта историческая эпоха необходима не только для того, чтобы создать хозяйственные и культурные предпосылки полной победы социализма, но и для того, чтобы дать пролетариату возможность, во-первых, воспитать и закалить себя, потому что пролетариат еще не совсем стоит на тех позициях уверенно, как нужно, закалить себя как силу, способную управлять страной, научить его управлять. И во-вторых, перевоспитать и переделать мелкобуржуазные слои в направлении, обеспечивающем организацию социалистического производства. То есть и воспитательная работа необходима здесь у диктатуры пролетариата. Вот первый вопрос, диктатура пролетариата как орудие пролетарской революции. Значит, второй вопрос, который Сталин поднял в этой лекции. Значит, диктатура пролетариата как господство пролетариата над буржуазией. Он говорит, что из уже вышесказанного, из первого вопроса видно, что диктатура пролетариата не есть простая смена лиц в правительстве, смена кабинета и прочее, с оставлением в неприкосновенности старых экономических и политических порядков. Меньшевики и оппортунисты всех стран, боящиеся диктатуры как огня и подменивающие с перепугу понятие диктатуры понятием завоевания власти, обычно сводят завоевание власти к смене кабинета, к появлению у власти нового министерства из людей вроде Шейдемана и Носки или Макдональда и Гендерсона. Помните, Шейдеман и Носки это Германия, социал-демократы пришли и потом задавили революцию и расстреляли группу Спартака, Люксембург и Липкнигта, или Макдональда и Гендерсона в Англии. Ну, у нас можно привести пример, помните, правительство Примакова-Маслюкова, которое способствовало укреплению буржуазии, которое начало сомневаться, но помогли, внедрили их туда. Так, ну, значит, далее он продолжает, что от правительства Макдональда или Шейдемана до завоевания власти пролетариатом так же далеко, как от земли до неба. Ну и так же и от правительства Примакова. Диктатура пролетариата есть не смена правительства, а новое государство с новыми органами власти в центре и на местах. Государство пролетариата, возникшее на развалинах старого государства, государство буржуазии. Диктатура пролетариата возникает не на основе буржуазных порядков, а в ходе их ломки после свержения буржуазии, в ходе экспроприации помещиков и капиталистов, в ходе социализации основных орудий и средств производства, в ходе насильственной революции пролетариата, диктатура пролетариата есть власть революционная, опирающаяся на насилие над буржуазией. Поэтому, значит, что я хочу по этому поводу эту мысль прокомментировать, что и у нас так же, если вот сейчас, если вопрос встанет о том, что переходить нужно на социалистические рельсы, во-первых, без диктатуры пролетариата не обойтись, а для этого пролетариат нужно готовить, и во-вторых, это не простая смена правительства, а ломка буржуазной государственной машины и создание новой машины. Почему? Сталин продолжает эту мысль, что государство есть машина в руках господствующего класса для подавления сопротивления своих классовых противников. В этом отношении диктатура пролетариата ничем по существу не отличается от диктатуры всякого другого класса, ибо пролетарское государство является машиной для подавления буржуазии. Но тут есть одна существенная разница. Состоит она в том, что все существовавшие до сих пор классовые государства являлись диктатурой эксплуатирующего меньшинства над эксплуатируемым большинством. Между тем, как диктатура пролетариата является диктатурой эксплуатируемого большинства над эксплуатирующим меньшинством. Вот в чем разница диктатуры пролетариата. От всех предшествующих диктатур, как рабовладельцев начинаем, как феодалов, как буржуазии. Вот в чем он видит разницу. И делает такой, сначала приводит слова Ленина, что диктатура пролетариата есть неограниченная законом и опирающаяся на насилие господства пролетариата над буржуазией, пользующаяся сочувствием и поддержкой трудящихся и эксплуатирующих масс. Это в работе государства и революции. Такие слова есть у Ленина. И предлагает из вот этих, из высказанных им мыслей по поводу диктатуры пролетариата, как господство над буржуазией, предлагает сделать два вывода. Вот первый вывод. Диктатура пролетариата не может быть полной демократией, полной в кавычках. Демократия для всех и для богатых и для бедных. Диктатура пролетариата должна быть государством по-новому демократическим и по-новому диктаторским. Разговоры Каутского и компании о всеобщем равенстве, о чистой демократии, о совершенной в кавычках демократии и так далее, является буржуазным прикрытием того несомненного факта, что равенство эксплуатируемых и эксплуататоров невозможно. Вот он тут немножко еще эту мысль развивает по поводу Каутского и некоторых ребят, оппортунистов и переходит, приводит такую дальше мысль, что демократия при капитализме есть демократия капиталистическая. Демократия эксплуататорского меньшинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуатируемого большинства и направленная против этого большинства. Только при пролетарской диктатуре возможны действительные свободы для эксплуатируемых и действительное участие пролетариев и христиан в управлении страной. Демократия при диктатуре пролетариата есть демократия пролетарская, демократия эксплуатируемого большинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуатации меньшинства и направленная против этого меньшинства. Это вот первый такой вывод сделал из той мысли, которую он высказал по второму вопросу. И еще один, второй вывод, он делает такой, что диктатура пролетариата не может возникнуть как результат мирного развития буржуазного общества и буржуазной демократии. Она может возникнуть лишь в результате слома буржуазной государственной машины, буржуазной армии, буржуазного чиновничьего аппарата, буржуазной полиции. И приводят слова Маркса. Рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной и пустить ее в ход для собственных целей. «Правитарская революция должна не передать из одних рук в другие бюрократическую, бюрократически военную машину, как бывало до сих пор, а сломать ее. Таково предварительное условие всякой действительно народной революции на континенте», — говорит Маркс в своем письме Кугельману в 1871 году. И завершает этот второй вопрос, он тут немножко потом раскрывает мысли Маркса, я не буду на этом останавливаться, кому это интересно, прочитайте сами. И завершающая фраза по второму вопросу звучит так. Поэтому Ленин прав, когда он говорит, что пролетарская революция невозможна без насильственного разрушения государственной машины и замены ее новым. Ну это тоже, видимо, из государственной революции. Вот по второму вопросу в этой теме, в этой лекции, по диктатуре пролетариата, как господство пролетариата над буржуазией. И, если вы не возражаете, значит не возникло вопроса. Третий вопрос, поставленный Сталином в этой лекции, что советская власть как государственная форма диктатуры пролетариата. Он говорит, победа диктатуры пролетариата означает подавление буржуазии, слом государственной буржуазной машины, замену буржуазной демократии, демократии пролетарской. Это ясно. Но каковы организации, при помощи которых может быть проделана эта колоссальная работа? Этой новой формой организации пролетариата являются советы, говорит Иосиф Астерионович. В чем же состоит сила советов в сравнении со старыми формами организации? И он приводит здесь четыре таких основных положения о силе советов по сравнению с буржуазными и предыдущими старыми организациями. Во-первых, говорит Сталин, в том, что советы являются наиболее всеобъемлющими массовыми организациями пролетариата. То есть они практически обнимают весь пролетариат, ибо они и только они охватывают всех без исключения рабочих. Во-вторых, в чем состоит сила советов по сравнению с другими формами организации? В том, говорит Сталин, что советы являются единственными массовыми организациями, которые объединяют всех угнетенных и эксплуатируемых рабочих и крестьян, солдат и матросов, и где политическое руководство борьбой масс со стороны авангарда масс, то есть со стороны пролетариата, может быть осуществляемого ввиду этого наиболее легко и наиболее полным. Третье, в чем видит Сталин силу советов, это в том, что советы являются наиболее мощными органами реликционной борьбы масс, политических выступлений масс, восстания масс, органами, способными сломить всесилие финансового капитала и его политических придатков. И в-четвертых, сила в том, что советы являются непосредственными организациями самих масс, то есть наиболее демократическими и, значит, наиболее авторитетными организациями масс, максимально облегчающими им участие в устройстве нового государства, и в управлении им, и максимально развязывающими революционную энергию, инициативу, творческие способности масс в борьбе за разрушение старого уклада, в борьбе за новый пролетарский уклад. И подытоживают эту мысль о силе советов такой фразой, что советская власть есть объединение и оформление местных советов в одну общую государственную организацию, в государственную организацию пролетариата, как авангарда угнетенных и эксплуатируемых масс, и как господствующего класса объединения в республику советов. Далее, говоря о сущности советской власти, Сталин переходит к такой мысли, что советская власть является новой формой государственной организации, принципиально отличной от старой буржуазно-демократической и парламентской формы, новым типом государства, приноровленным не к задачам эксплуатации и угнетения трудящихся масс, а к задачам полного их освобождения от всякого гнета эксплуатации, к задачам диктатуры пролетариата. Вот такая мысль. И он, значит, приводит здесь характерные черты, наиболее характерные черты советской власти. То есть, как ему видится советская власть, какими характерными чертами она должна обладать. Он выделяет таких черт аж семь. И я все-таки постараюсь вам вкратце их как-то довести. Значит, первая характерная черта, которую он видит, она состоит в том, что советская власть является наиболее массовой и наиболее демократической государственной машиной из всех возможных государственных организаций в условиях существования классов. Ибо советская власть, будучи ареной смычки и сотрудничества рабочих и эксплуатируемых крестьян в борьбе против эксплуататоров и опираясь в своей работе на эту смычку и на это сотрудничество, является тем самым властью большинства населения над меньшинством государством этого большинства выражением его диктатуры. Вот это первая характерная черта. Вторая характерная черта советской власти, по мнению Сталина, состоит в том, что советская власть является наиболее интернационалистской из всех государственных организаций классового общества, ибо она, разрушая всякий национальный гнет и опираясь на сотрудничество трудящихся масс различных национальностей, облегчает тем самым объединение этих масс в едином государственном союзе. Третья характерная черта советской власти, в том, что советская власть по самой своей структуре облегчает дело руководства угнетенными и эксплуатируемыми массами со стороны авангарда этих масс, со стороны пролетариата, как наиболее сплоченного и наиболее сознательного ядра советов, то есть ядром советской власти является пролетариат. Четвертая характерная черта в том, что советская власть, объединяя законодательную и исполнительную власти в единой организации государства и заменяя территориальные выборные округа производственными единицами, заводами и фабриками, непосредственно связывает рабочие и вообще трудящиеся массы с аппаратами государственного управления, учит их управлению страной. То есть советская власть еще и занимается и обучением пролетариата к управлению. Далее, пятая мысль или характерная черта советской власти в том, что только советская власть способна избавить армию от подчинения буржуазному командованию и превратить ее из орудия угнетения народа, каким она является при буржуазных порядках, в орудие освобождения народа от иго буржуазии, от иго своей и чужой буржуазии. Шестая черта в том, что только советская организация государства в состоянии действительно разбить сразу и разрушить окончательно старый, то есть буржуазный, чиновничий и судейский аппарат и, соответственно, создать новые органы пролетарской власти. Это я уже свои слова добавил. И седьмая черта, которую высказал Иосиф Виссарионович, состоит в том, что только советская форма государства, привлекающая массовые организации трудящихся и эксплуатируемых постоянному и безусловному участию в государственном управлении, способна подготовить то отмирание государственности, которое является одним из основных элементов будущего безгосударственного коммунистического общества. То есть, здесь очень важная мысль стоит в том, что через общественные организации советская власть привлекает к управлению по возможности всю трудящуюся массу привлекать, с тем, чтобы какая-то кучка не узурпировала в своих интересах эту систему управления. Ну и завершает этот вопрос и, в общем, в целом лекцию. Такой мыслью, Иосиф Виссарионович, республика Советов является таким образом той искомой и найденной, наконец, политической формой, в рамках которой должно быть совершено экономическое освобождение пролетариата, полная победа социализма. Парижская коммуна была зародышем этой формы, советская власть является ее развитием и завершением. Вот почему Ленин говорит, что республика Советов, рабочих, солдатских и христианских депутатов является не только формой более высокого типа демократических учреждений, но и единственной формой, способной обеспечить наиболее безболезненный переход к социализму. Вот на этом он заканчивает эти ленинскими словами свою лекцию по диктатуре пролетариата.